Случалось ли у вас такое, что вы научились уже более-менее играть на укулеле, гитаре или любом другом инструменте, учили аккорды, различные бои, но все песни у вас звучат как-то одинаково и нет никакого разнообразия? Но не переживай, ты не один такой. Меня зовут Дарья, и я сейчас помогу тебе это исправить. Дарья, объясни! И эту тему я тебе помогу рассказать при помощи графиков. Помогать мне будет в этом iPad, я вам буду что-то тут рисовать, но на экранчик у вас будет выходить точно такая же схемка. Когда мы с вами играем песню, мы берем какую-то стандартную песню, где куплет-припев, куплет-припев, послушайте свой плодвиз, скорее всего, 90% песен как раз такой структуры. И как мы играем такие песни? С обычным боем шестерка. Вначале первый куплет-шестерку и закончили эту песню боем шестерка. Тогда у вас, если смотреть на схемки, такая песня будет выглядеть следующим образом. Две прямые линии. Это значит, что мы не делали никакое своем разнообразие. Мы взяли в самом начале бой и закончили тем же самым боем. Хорошо это плохо? Не знаю. Смотря как долго вы играете. Если вы только-только начали играть, играйте более-менее ритмично, не сбивайтесь. Это круто, это хорошо. Для вас сейчас развитие только на втором месте. Сейчас вам нужно научиться играть ритмично и правильно зажимать там нужное место аккорды. И ударять бой. Но если вы уже играете какое-то энное количество времени, вы понимаете, что это какой-то устой-застой, надо с этим что-то делать. Это не совсем хорошо, что вы играете все прямолинейно. Тогда вы можете из этой схемки сделать следующую. Где мы с вами берем опять же куплет-припев, куплет-припев. Но теперь это будет выглядеть в некие такие вот столбики, связанные маленькой линией. Вот как раз наш спад мы выделим одним ударом вниз. Это мы можем оставить тот же самый бой шестерка, потому что кроме шестерки мы не знаем других боев. Но при этом это также будет звучать свежо, фреш и вообще джусси. Какой-то куплет. И на последний аккорд мы сделаем удар вниз. И пошел припев. То есть намного интереснее звучит, что мы в самом конце куплета, на последнюю строчку, на последний аккорд сделали удар вниз. То есть смотрите, как звучало до этого. Скукота. Теперь стало звучать. Ну это у нас типа куплет. Пошел припев. И так далее. Тем самым мы отгородили от слушателя эти части песни. Слушатель сразу поймет, что ага, это куплет, это припев и так далее. И это уже хоть какое-то разнообразие вашей песни. Возьмите за основу какую-то вашу любимую песню, которую вы всегда играли однотипно. И сделайте в конце куплета, на последнюю строчку, на последний аккорд, один удар вниз. И это уже будет намного лучше звучать. А я напоминаю, если ты хочешь приобрести себе свой первый, а может быть просто новый инструмент, то у меня есть специальные промокоды, которые тебе дадут скидку в музыкальных магазинах Dinaton и также в магазине Skiff Music. Их можно использовать абсолютно на любой товар. Но самое главное, они работают в оффлайн и онлайн магазине. Поэтому пользуйся и экономь свои доллары. Дарья, объясни. Ну дальше из этой схемки мы можем сделать супер музыкальную, когда мы от начала песни до завершения песни сделали супер крутое развитие. И тогда наша схемка, вся наша песня выглядит таким вот, знак больше или меньше. Я не знаю, с какой стороны вы смотрите. Вы видите, в самом начале песни мы взяли, ну там пусть будет какой-нибудь удар вниз, а закончили мы эту песню боем шестеркой. То есть это значит, что на протяжении всей песни мы, допустим, в первом куплете взяли один удар вниз, в припеве мы взяли какую-нибудь там дровичку, потом во втором куплете мы взяли новый бой и закончили вообще шестеркой. То есть смотрите, на протяжении всей песни в четырех частях мы взяли четыре разных боя. Это намного будет вас интереснее звучать, как если бы вы взяли только один бой. Но тут очень важный момент. Четыре части, четыре разных боя. А возникает вопрос, а не перебор ли это? Смотрите, если у вас куплет там звучит от четырех до восемь строчек, это нормально. Потом вы там на четыре строчки припева делаете разнообразие и вообще красота. Главное это делать с умом. То есть делайте по нарастающей, не нужно брать один удар вниз, потом шестерка, потом опять удар вниз, шестерка. Немножко так будет волнообразно, схематично. Как-то звучит немного ни к селу, ни городу. Если вы постепенно берете от простого, в каком-нибудь там удара, до боя шестерки, это звучит очень круто. Дарья, объясни. Это как бы три варианта. Есть еще четвертый. Это такой индивидуальный, нужно смотреть по самой песне. Небольшое задание для вас. Прям берем листочек бумаги и ручки, там в памяти можете нарисовать, я рисую на iPad. Что мы делаем? Берем, включаем нашу любимую песню. И вы же примерно понимаете, да, что там звучит куплет, припев, может где-то переход. И каждую часть как-то обозначите, есть ли там в ней развитие. Допустим, песня «Яхта парус» Валентин Стрыкова. Кстати, я делала на него разбор, можете посмотреть, он довольно-таки старенький, но интересно. Если смотреть типичную структуру песни, там был вступление, куплет, припев, куплет, припев. Что мы там видим? Что мы там слышим? В первом куплете сыграли какой-то небольшой бой. Потом я сделала нарастание на последней строчке, там «А, на той открытке». Далее я резко провалилась вниз на припев, типа «Яхта парус», «Обвал». Далее мы с вами опять повторяем этот припев, но уже с новым боем, то есть мы сделали опять развитие. Дальше у нас с вами идёт второй куплет, также он там идёт спокойненько. Опять мы сделали нарастание, опять выделили последние две строчки и опять такой же ход. Припев начался, две строчки у нас тихо звучат, и потом опять выровняли с этим боем. То есть выглядит, вот сейчас смотрю, как будто лягушка какая-то, но схема довольно-таки разнообразная. То есть я послушала эту песню и каждую часть выделила, как она звучит там, тише, громче. Сделали нарастание, сделали ничего, например. И по этой схеме я также начинаю исполнять сама эту песню. Своим аккомпанементом, со своим инструментом. Если у кого с этим трудности не понимаете, что значит сделать громче и сделать тише, то на канале есть целый видос про динамику. Вот посмотрите его, он довольно-таки старый, но я там тоже хорошо всё объяснила. И думаю, вам будет понятно. Дарья, объясни! Ну а вообще вы можете опираться на такую аналогию, как фильм, где есть там завязка, развязка, кульминация, финал. То есть любая литература, любое музыкальное произведение, любой фильм на этом и держится. То есть вот это основа драматургии, как у вас что происходит. Ну да, Ария из настоящего хочет добавить ничего страшного, если вы не понимаете вот эту драматургию, вот эту кульминацию, развязка, завязка. Если вы только начали играть на укулеле, повторюсь, это не самое главное сейчас. Но если вы уже давно играете на каком-либо инструменте, научитесь обращать на это внимание, какие есть завязки, развитие и кульминации в песне. Если вы будете помнить всю эту драматургию и четыре схемы, которые я вам показала, любая ваша песня будет звучать разнообразно. Дарья, объясни! Ну вот и всё на сегодня. Напишите в комментариях, как у вас получается, понятно ли всё, или остались у вас какие-то вопросы. Обязательно всё напишите, я прочту. Ну и также спасибо всем моим бустерам, которые помогают мне в финансовом плане пускать такие видосики почаще. Вот все эти ребятюлечки. Спасибо им огромное за это. Взамен у меня получили клёвые ништяки и весь раздачный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Пууу! Обвал! Субтитры сделал DimaTorzok